Дрожат страха и холода, собака пыталась спрятаться в яме, чтобы согреться. Юлия Волков встретил свою любимницу в январе 2011 года. Та зима была очень морозной, снежной и вместе с тем сырой. В начале января девушка отправилась в гости к друзьям, которые жили в частном секторе. Уже возвращаясь домой, она заметила гладкошерсткую парадрокшу от холода собаку, которая пыталась спрятаться от пронизающего ветра в небольшом углублении в земле. Падавшее внезапное чувство, Юлия позвала животное погладить его, а потом отвела его к себе домой, несмотря на то, что у девушки был пятилетний ребенок. Она совершенно ничего не знала о прошлом собаке, но почему-то была уверена, что их будущее связано. Многие говорили Юлии, что она зря взяла домой дворняжку, ведь она боялась даже собственной тени. Питомец раздрагивал, услышав шум или заметил, что кто-то поблизости резко замахнуло рукой. Наверное, в прошлом ей нередко доставалось от людей. Собака воровала даже картофельной очистки, переживая, что ее не покормят и вновь придется голодать. Она была уже совсем юной, когда девушка приютила ее. Но уже 8 месяцев морда животного стала сидеть. На улицу собака выходить не хотела, боялась, что ее бросит и вновь придется скитаться. Тем не менее, Юля не сдавалась. Она терпеливо выносила малышку на руках, на прогулку, всячески ее баловала. Часто обнимала и кормила разными вкусностями. Даже сейчас собака мало кому доверяет, но она обожает свою хозяйку. И точно знает, что та никогда ее не бросит. Девушка перешила мне с питомицей очень многое. Это были и переезды, и замужество, и рождение второго ребенка. Юля говорит, у нее самая лучшая собака в мире, несмотря на все, что ей пришлось пережить. Спасибо девушке за ее терпение и за то, что не дала погибнуть пострадавшему животному на улице. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Узнаете много интересного. Спасибо за просмотр.